МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Очень легко найти в интернете, в гугл-картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом 10 Всем доброе время суток, вы на волне МОТОРАДИО В эфирной студии, как обычно, в этих программах Программа МОТОСРЕДА с участием в мастерской Слава Басмача Сам Слава Басмач, Слава, привет! Здравствуйте, мальчики и девочки О наболевшем сегодня и, возможно, о самом главном вообще О работе с клиентами И, если можно, начнем с тезиса И у клиента, и у исполнителя задачи, работы Которую просит выполнить клиент Есть взаимные подозрения К сожалению, в человеческой натуре это заложено Все всегда сомневаются Но когда это в рамках правил, в рамках разумного То это как-то, в общем-то, и прокатан Но, к сожалению, в нашей буйной стране Среди наших людей, обуреваемых страстями Все это порой принимает странные формы Как ты работаешь с клиентами? Ну, блин, ты завернул Чтобы это осмыслить, нужно несколько секунд По сути вопроса, значит, действительно существуют непростые отношения Обычно, когда есть работодатель и, соответственно, исполнитель Есть денежный некий интерес То есть у одних интерес заплатить, скажем, какие-то экономичные суммы У других, у некоторых творчески подойти к вопросу Соответственно, сумму подрегулировать, чтобы заработать немножко больше Ну, наверное, стоит пару слов сказать о моей политике И о том, как я, в общем-то, привык работать в этой части Ну, во-первых, хотелось бы, ну, то есть, я когда разговариваю с клиентом Я стараюсь добиться того, чтобы он меня слушал и слышал Потому что есть люди, которые мне начинают рассказывать, что мне делать И навязывать какую-то точку зрения других мастеров, другой диагностики и прочее Здесь это совершенно некорректно и это принимать нельзя, по сути То есть, в любом случае, нужно смотреть самому обязательно Строить свою логическую цепочку по тестированию техники, да И чтобы была именно своя картина в голове сложилась, которая логически И тогда уже принимать какие-то решения Перефразируем и уточним данный тезис наш с тобой Этот кусочек беседы Тебе легче работать с клиентами, которые тоже разбираются в мотоцикле Или проще все-таки с простыми юзерами, которые глубоко не погружаются в тему? Слушай, мне все равно То есть, на самом деле, я стараюсь всегда дать общую картину человеку, чтобы у него было понимание того, что происходит И он имел возможность выбрать То есть, как правило, есть всегда несколько выходов из ситуации И вот, допустим, если я куда-то обращаюсь и хочу что-то купить или получить какой-то сервис И мне говорят, блин, чувак, тебе надо это, тебе надо это Я говорю, идите, чуваки, знаете сами куда То есть, ты мне дай картину, а выбор, каким путем пойти Оставь за мной Да, оставь за мной, я сам выберу, исходя из своих реалий А навязывать ничего не нужно Вот ровно таким же образом я работаю с людьми То есть, если ко мне приезжает человек с какими-то вопросами Я говорю, слушай, ну, есть вариант вот такой, есть вариант такой, есть вот такой Если в первом варианте ты получишь плюсы такие, но денег будет столько То во втором варианте плюсы такие, но денег будет столько В третьем варианте так-то и так-то, да И человек уже сам маневрирует, выбирает, как ему нужно Вот, допустим, на этой неделе мне приехал наш одноклубник Ну, из нашего Ленинград-чаптера Ему приговорили один датчик, дорогостоящий на моторе, да То есть, который стоит в мотоцикле Соответственно, датчик этот у меня есть Но у дилеров случилось так, что его не было Но это все лирика бывает Ну, понятное дело, в наши непростые времена У кого-то склад обнулился Кто-то опасливо прошустрил, у него есть Ну, не суть Я ему говорю, что датчик этот у меня есть Но я не сто процентов уверен, что он виноват То есть, в данной ситуации он говорит Ну, давайте я привезу мотоцикл Я говорю, давай, хорошо Значит, он мне привозит свой мотоцикл Я начинаю с того, что стараюсь получить полнейшую картину О состоянии мотоцикла Я вижу, что он там 2008 года Что у него пробег там 1060 километров Не детский пробег уже, достаточно изрядный Я начинаю смотреть Помимо того, что подключил электронную диагностику Я померил давление топлива Посмотрел, как ведет себя эта ручка Какое напряжение борт-сети, как чего И у меня создалась картина Что датчик положения ручки газа Который приговорили в предыдущем месте Он не вполне виноват Почему? Потому что, во-первых, у человека прыгает напряжение борт-сети То есть, кто-то, кто ему программировал мотоцикл ранее Сделал слишком низкие холостые обороты Чтобы звук был красивый И у него, значит, получается Что мотоцикл теряет обороты Падает напряжение борт-сети Соответственно, есть пульсации На входе в блок управления двигателем Что, в общем-то, нехорошо И, как бы, эти пульсации там сказываются на общей работе Это момент номер один Мастерская басмача Момент номер два Что у него прыгает давление топлива То есть... Ну, может быть, из-за того же Из-за того, что прыгает напряжение Безусловно Один из факторов этот То есть, я померял напряжение на бензонасосе И у меня четко совершенно Как бы понимание того Что падает напряжение борт-сети Там, типа, до 13 вольт Давление в бензонасосе, значит Ну, в системе топливной Падает там, типа, на 0,2-0,4 бара Это много То есть, референсное значение Которое, там, должно быть Должен бензонасос всегда показывать Это 4 бара, да То есть, а здесь у нас получается Он иногда забегает 4, иногда убегает на 3,5 Прыгает вверх-вниз Соответственно, мы имеем нестабильную работу двигателя Которая складывается в плавание оборотов Которая складывается в прыгании напряжения Которая опять приходит вот в эту вот Нестабильность Думаю, ну, блин, что за хрень Дай топливный насос вынул Топливный фильтр вынул, посмотрю Мотоцикл старый Мало шансов, что ты его менял когда-то Ну, открыл бак, вынул фильтр Фильтр продуть тяжело То есть, ну, я в него туда дую Оттуда, соответственно, ничего И думаю... А должно быть как? Ну, должно быть легко Вот Либо другой вариант, который нравится другим больше Идем дальше, дальше пропускаем Идем, идем Значит, ставили новые фильтры Измеряю давление топлива Ну, и ситуация глобально не изменилась Соответственно, думаю Вытаскиваю бензоносос Запитываю его от внешнего источника питания С ровным напряжением Да, там, что должно быть Мы знаем, что у нас всякие В процессе эксплуатации Моменты случаются Бывает, система зарядки приходит в негодность Да, там И водителю надо иметь возможность Доползти на одном крыле до сервиса Да, то есть, грубо говоря Даже если у тебя зарядка кончилась в мотоцикле Емкость аккумулятора позволяет Обычно там проехать километров 50 еще И он едет, да Вот, соответственно Я беру аккумулятор Цепляю на этот бензонасос Который я вынул уже без фильтра Подключаю измеритель давления топлива А давление там, соответственно 3,5 бара То есть, или там 3,2 Ну, что-то То есть, ну, явно бензонасос неисправен То есть, звоню человеку Говорю, слушай, брат Такая вот ситуация Я прошел Экономия твоей деньги, да Сделал диагностику Мне не понравилось то-то, то-то и то-то Я пошел, значит, путем Выстраивания своей логической цепочки Первое, что может мешать топливо Это топливный фильтр Поменял на заведомо новый Проверил Не починилось Вынул бензонасос Проверил его на столе Там работает не так, как надо Ставлю новый бензонасос И у меня они есть, конечно же Потому что это достаточно распространенная неисправность Ставлю новый насос Все, совершенно другие звуки из бака Давление держат четко Там еще в этих мотоциклах с 2008 года В Харли, в больших Есть система, которая Перекачивает из одного горба бака в другой Не по трубочке, как перелив простой А с помощью эжекционного насоса Короче, там тоненькая струя В небольшую дырочку Распыляется И она усасывает с собой Попутно топливо Звучит эротично, да Да, это безусловно Надо еще бы и видеть Но есть эжекционные насосы Так называемые То есть, где воздух или что-то Любая рабочая среда Проходя через некое сужение канала Оно создает разрежение И это разрежение Утаскивает другое рабочее тело Куда надо Ну, не суть Короче говоря Новый бенонасос, новый фильтр Все, есть давление топлива Которое должно быть У меня к нему вопросов нет Соответственно, я беру Все собираю обратно Подключаю диагностику Завожу Программирую его калибровкой В которой правильно выставлен холостой ход Вот у меня практически Почти ушли колебания Бортсети Напряжение бортсети То есть, мотор работает ровно Эффективности генератора хватает Чтобы поддерживать ровное напряжение Вот смотрю Попробовал так и эдак Нету больше ошибок По системе управления двигателем А ругался он На датчик электронной ручки газа И ругался он На электронный дроссель Который, соответственно Газ дает Нету Беру мотоцикл Ставлю на диностенд Начинаю катать Потому что Ну, понятно Что все мотоциклы индивидуальные Как бы на Ручной прошивке сделанной Всегда он едет лучше И прочее, прочее, прочее Соответственно С человеком это согласовано Он хотел Вот Еще я думаю Значит, что за те Три-четыре часа Что я буду И с этим мотоциклом работать Если это будет Выскакивать То есть, если я не угадал Вот со своей диагностикой То проявится эта ситуация С ошибками Да, то есть Он будет работать некорректно Проехал на нем Там сто с лишним километров Ну, за несколько присестов Ни разу эти ошибки Мне не выпали Звоню, говорю Слушай, чувак Все, в общем-то, нормально Прокатился по двору Едет хорошо То есть К чему это я? Это я к тому, что Есть несколько подходов В ремонте мотоциклов Подход номер один Это найти Конкретно то В чем ты уверен В неработоспособности И заменить его И пойти дальше Соответственно По диагностике смотреть Подход номер два Это менять все огульно Типа, вот Есть ошибка по дросселю Дроссель в сад Ставим новый Есть ошибка по ручке газа Меняем датчик ручки газа А этим грешат Дилеры автомобильные точно Вот у них все время Поцарапано крыло Все новое Ставим Фара треснула Новое Все новое Вопрос в том, что это Деньгоемкая история То есть Получается, что Либо нету времени Либо нету Инструмента Либо нету понимания Да И люди стараются Работать по полям Да То есть Они закрывают Все поле То есть Вот Чтобы гарантированно было И то, и то, и то И все получилось У человека Сейчас времена Достаточно тяжелые Там Бывают ситуации Когда клиент приходит И говорит Слушай, можно подрегулировать Минус у меня Финансовые сложности Да, там Где есть возможность Естественно Идем навстречу Где нету Объясняю, почему я не могу С открытым забралом Я всегда общаюсь с людьми И рассказываю, как есть Да То есть Что я могу Что я не могу В этой ситуации Зуб коренной Что у него Не будет выскакивать Какие-то ошибки Я не дам Но Я устранил то Что было очевидно И то, что Могло Создавать ситуацию Когда вот эти ошибки Случайно появляли То есть Резюме какое Что человек приехал С одной неисправностью Как он думал Да А выяснилось Что она Вот эта деталь Нормальная Исправлена Было другое И все получилось хорошо Да Получается Что диагностику Надо проводить Со своей логикой То есть И с пониманием процесса Может быть Я, конечно, ошибся Но Опять В любом случае Для этого Есть связь с клиентом Если у него все получилось Он сэкономил деньги То есть Получил результат Если Это все-таки Ошибка будет Вываливаться И эта ситуация Продолжаться Да Тогда мы пойдем Уже другим путем Поменяем то Что в условиях Нормальной системы Подачи топлива И давления То, что показывает Неисправность Ну Ты очень корректно Все-таки обошел Нашу основную тему Взаимоотношения Клиента И исполнителя работ Прошу Порощения Заболтался Да Но Суть в том Что у меня Доверительные отношения С людьми, с которыми я работаю То есть Буквально по пальцам Одной руки Можно пересчитать Людей, с которыми Я не хочу работать И не буду Это личный мой бизнес И работая Я должен получать Как минимум Нормальное ощущение От выполненной работы От общения Да Соответственно Это я хочу Направить на клиентов Да То есть Чтобы у людей Общаясь со мной Тоже было понимание Что их никто не дурит Что их деньги Экономят И на лишнее бабло Никто ничего не разводит И подход рациональный Да То есть Люди, которые мне Откровенно не верят Ну А в чем все-таки Можно сформулировать Попытаться По крайней мере Вот эти тонкие места Вот этот тонкий лед На котором Начинают подскальзываться оба И выполняющие работы В данном случае ты И клиент Который такой подозрительный Боится переплатить И так далее Еще ему насоветовали Чего-нибудь Кто-нибудь наговорил Да не ходи ты к басмачу Он тебе там поставит Много всего не нужно И так далее Говорят не так На самом деле Есть люди Которые говорят Оба с мача дорого Но Как правило Это транслируют люди Которые у меня Ни разу не ремонтировались Цена работы Напрямую Зависит от Трудозатрат То есть Я регулярно Пополняю Парк специнструмента Диагностики Оборудования И прочее То есть У меня Специальных приспособлений Которые Заточены под Конкретные Какие-то хитрые работы Великое множество Я покупаю Их изготавливаю Стараюсь Развивать этот бизнес Почему То есть Несешь расходы Ну естественно Несу расходы И тем самым Я сейчас сокращу Рабочее время И имею возможность Делать работы Более качественные И надежные И больше этой работы Ну скажем Можно стаскивать Втулку В прайморе Харлиеводы знают Большей частью Что это такое Беговую втулку Подшипника Прайморе Специальным инструментом Можно Универсальным инструментом Можно ее Надпиливать И раскалывать Зубилом И как бы Удалять таким образом Да, то есть Все три варианта Собственно Они возможны К исполнению Вариант номер Специнструмента Снятие втулки Занимает Полторы минуты Вариант номера Два Универсальным инструментом Подбор Трехлапового съемника Фиксация И прочее Это минут 20 Ну там Или 10 допустим Да Вариант на отпиливание Раскалывание Ну не целый день Ну грубо говоря Минут 25 Как бы можно еще Испортить что-нибудь Попутно Соответственно вопрос Я купил 150 евро Спецсъемник Я делаю Эту процедуру За 5 минут По-моему Это рационально Я при этом Ничего не порчу Не, ну ты можешь Вообще не объяснять Почему у тебя Вот как некоторые Считают дорого Вот при чем здесь Должна быть Понятная логика Вот если Допустим Проецировать на меня Да, ситуацию Если я клиент Да, я хочу понимать Почему я плачу деньги Борезонов Может быть несколько Блин, чувак Мне просто нужны Деньги Очень у меня Сейчас сложная ситуация Вторая ситуация Потому что Это никто больше Не может сделать А я вот такой Монополист Монополист Вариант номер третий Извини Здесь очень много Трудозатрат Пришлось варить Тратить электричество Использовать Спецприспособления И прочее То есть Мне более понятен Когда мне отвечают Третьим образом Да, то есть Денег много Потому что Было много Трудозатрат И специнструмента Здесь и В общем-то Отвечать-то На это нечего Если мне говорят Типа Это вот Очень сложно Сделать Потому что Это надо То-то-то-то-то Я говорю Парни Потратьте немножко денег А заботьтесь Оборудованием И все у вас Получится нормально Слава Я предлагаю На этом месте Давай мы поставим Жирную запятую И вернемся К этому В следующей передаче Я был очень приятно Удивлен этим Рассказом Приключением Прямо с твоим Товарищем С датчиком Ручки газа Будем считать Что это первая серия Программы По взаимоотношениям Клиента И исполнителя работ В данном случае Тебя И твоих Многочисленных клиентов И встретимся В следующий раз Большое тебе спасибо Давай выдержим паузу Переварим вышесказанное Давай Что-то я тут Разболтался маленько Но видимо Интересная тема Но я думаю Что она и прочим людям Будет весьма интересна Потому что Общий взгляд На работу И взаимоотношения Это очень важно Чтобы было Чтобы работать В комфортном поле И во взаимно комфортном поле Продолжим В следующей программе Спасибо Всего хорошего До свидания Мастерская Басмача Очень легко найти В интернете В гугл-картах Или в яндекс-картах Она однозначно найдется Без всяких вариантов Коломяшский проспект Дом 10 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Егорова